В 2018 году в Волжском появилось довольно много новых зон для отдыха. Сегодня инициативная группа, в которую вошли депутаты, общественники, представители администрации и подрядных организаций, проверили, как парки и скверы пережили эту зиму. В этот раз инициативная группа смотрела пять парков, которые расположились в разных частях города. Пристальное внимание проверяющих было приковано к территории между 30 и 37 микрорайонами. В октябре прошлого года здесь прошло торжественное открытие. На бывшем пустыре появились дорожки, скамейки, детские игровые площадки, саженцы деревьев, освещение. После осмотра новому месту отдыха дали хорошую оценку. Во-первых, комплексное развитие территории Волгарской области, обозначенным губернатором губернатором Андреем Бочаровым. В 2014 году, как вы видите, что она в действии. В нашем городе тоже второй год подряд. В 2017 и в 2018 году занимались формирование городской среды. В 2017 году один объект был, а в 2018 году у нас 90 объектов было. Один из объектов – это пространство между 30 и 37 микрорайоном. Тут был пустырь, но остатки вы видите. Здесь вот то, что слева, справа – это остатки, то, что здесь происходило. Здесь абсолютно ничего не было. С нуля начинали. То, что вот после зимы, вот мы видим, мне очень даже нравится. А вот в парке Новый город все не так гладко, как в предыдущем месте. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители Волжского в рамках проекта формирования комфортной городской среды. На все работы было потрачено более 24 миллионов рублей. По проекту подрядчик должен был установить скамейки, урны, осветительные приборы, постелить газон. Также в парке появилась скейт-зона. И если все перечисленное после зимы осталось в приличном состоянии, то вот тротуарная плитка испортилась. На данной территории замечания присутствуют. Сейчас мы с вами прошли, убедились в этом. Это просадка плитки, отсутствие плитки в некоторых местах. То есть также мы видим, что работы до конца не закончены. В связи с зимним периодом подрядчик приостановил данные работы. Также есть замечания по детской площадке. Но представители подрядчика здесь присутствуют и обязуются все эти нарушения устранить и также соответственно доделать работу. Небольшие замечания были найдены и в других парках. Например, на Пионерской строителям поручили полностью поменять одну из дорожек. Это будет делаться за счет подрядчика в рамках гарантии, которая дается на три года. Подрядчики присутствовали при встрече, они слышали наши все замечания. Мы сейчас актируем, выручим. И я думаю, что в течение до 20-25 апреля они должны все это ликвидировать. Они получат предписание. У них три года есть гарантийный срок обязательства, который они под контракты будут исполнивать. В принципе, они все замечания уже получили. Я думаю, что через неделю приступят уже к работе. Работа по благоустройству зоны отдыха в Волжском в 2019-м будет продолжена. Уже выделены из бюджета деньги, которые пойдут на строительство и ремонт пяти объектов. Осталось провести торги и найти действительно надежного подрядчика, чьи труды будут радовать волжан долгие годы.